В эфире программа Управдун. Ваш помощник в сфере жилищно-коммунальных забот. Здравствуйте. Разберем сегодня перечень жилищных и коммунальных услуг. В этом помогут наши эксперты. В нашей студии главный государственный жилищный инспектор Удмуртий Марат Самогилов и председатель общественной организации Объединения Советов Домов Александр Евсеев. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Здрасте. Давайте для начала обозначим, какие бывают услуги жилищные, коммунальные и по капремонту. Да, на самом деле у нас собственники в многокративном доме оплачивают три платежа. Это плата за жилищные услуги, плата за коммунальные услуги и взносы на капремонт. Кроме того, еще в многокративном доме живут наниматели по социальному найму и они оплачивают плату за найм. Имеется в виду собственники, которые не являются собственниками, то есть их квартиры не приватизированы. Здесь получается, да, это не собственники, это наниматели муниципального жилищного фонда. И вот в этой связи нужно понимать, что жилищная услуга, она обладает особой природой. Когда плата за эту услугу определяется соглашением сторон. Мы знаем, что договор управления заключается между управляющей организацией и собственниками в многокративном доме. Соответственно, когда заключается договор, определяется его цена. Цена может быть выражена как в твердой сумме, которую стороны определили по предложению управляющей организации, как той компании, которая эти услуги будет оказывать. Так, эта цена может быть определена в каком-то эквиваленте. В данном случае часто, по крайней мере, в Удмуртии граждане эквивалентом выбирают плату, утверждаемую муниципалитетами, для нанимателей своих живопомещений. И мы с этим встречаемся в Ижевске, прежде всего. Но отмечу, что такая тенденция, когда люди не могут с компанией договориться по цене, она постепенно уходит в прошлое. Потому что на сегодняшний день не все хотят жить по размеру платы, которую принимает муниципалитет. Потому что он является усредненным, он является общим для всего муниципального образования, в зависимости от категории домов. И понятно, что потребности в каждом доме могут быть свои. И хочу отметить, что сейчас я уже вижу, что, например, Ижевска, порядка 40% домов, где собственники приняли решение об индивидуальном размере платы за снижение. Это как бы совершенно правильный рыночный подход. Это обычно выше среднерыночной цены? В зависимости от муниципальной платы, тут цена может быть разная. Она может быть как в большую сторону, так и в меньшую. В зависимости от того, какой перечень услуг и работ собственники заказывают. Элементарно, есть ли в их доме дополнительные услуги, которыми могут быть услуги консьержа, видеонаблюдения, каких-то дополнительных систем, которые в доме устанавливаются. Кроме того, на плату всегда влияет техническое состояние дома. Это тоже немаловажно. Ну и понятно, что изначально плата рассчитывается из того минимального перечня работ и услуг, который утвержден в правительственной федерации, его называют поставлением 290-м. И меньше этого перечня ни одна управляющая организация, ни одно ТСЖ не вправе оказывать. Поэтому ключевой вопрос, который часто задают мне граждане, можем ли мы торговаться с управляющей организацией по цене договора? Тут ответ такой. Да, торговаться можно, но в любом случае заставить компанию работать по обозначенной тобой цене невозможно. Потому что ты, как потребитель, как собственник, можешь обратиться в управляющую компанию своим предложением пересмотреть цену договора, например, в меньшую либо большую сторону, а компания должна отреагировать и сказать, что да, я соглашаюсь на такое предложение, я за эти деньги буду делать такие-то услуги, ну и, соответственно, если вы хотите, чтобы я делал больше, у меня будет стоимость несколько другая, большая стоимость. И после этого, когда компания предлагает собственникам изменение цены договора, уже собственники должны на собрании это предложение обсудить и принять соответствующее решение. Только после этого плата меняется. За исключением тех случаев, когда собственники выбрали эквивалентную плату, как я уже раньше сказал, именно плату по муниципальному размеру платы. Она меняется в те моменты, когда администрация принимает новое поставление. Ну, собственникам понятия над алгоритмом, я имею в виду сейчас председателей многоквартирных домов, на встречах во время обучения в школе грамотного потребителя. В рамках школы грамотного потребителя вопросу предоставления жилищных услуг у нас посвящена целая тема. Мы там в течение полутора часов это всем рассказываем, поэтому если тем, кому эта тема еще непонятна и хочет в нее погрузиться поподробнее, можно как раз в школу грамотного потребителя записаться. Самый главный вопрос и реакция, которая поступает от собственников, тех, кто только начинает в эту тему погружаться. Почему? Ну, то есть у людей есть понимание такое, что услуга, которая им оказывается, это выходит дорого. И они говорят, почему мы, вот собственники, мы же деньги платим, мы же как бы заказываем эти услуги, почему мы не можем, получается, заставить компанию сделать это по нашей цене, да, то есть ту, которую мы предлагаем, то есть мы, типа, принимаем решение на общем собрании, устанавливаем свой размер платы, который мы считаем как собственники нужным, и пусть компания работает. Вот это такой миф, который собственники в первую очередь, вот его как бы, как он на поверхности лежит, что вроде бы как можно так сделать, потому что везде можно услышать, что размер платы за содержание жилья утверждается решением общего собрания собственников. Однако правильный алгоритм решения вопроса, он будет заключаться именно в согласованной цене. И здесь в качестве яркого примера можно, например, сказать о том, что когда в квартире мы себе хотим сделать ремонт, мы же не идем к подрядной организации и не говорим ей, вот у меня есть 100 рублей, и мне нужно вот это все сделать. И любая организация, она может сказать, нет, уважаемый, мы за такую цену не работаем, и она предлагает свою стоимость работ, собственники, точнее, жители либо соглашаются с этой ценой, либо не соглашаются. Вот при работе с управляющей организацией принцип точно такой же у нас рыночный механизм. Если собственники договорились по цене с конкретной управляющей компанией, они работают. Если по цене и по объему работ они не могут договориться, то на рынке существуют другие управляющие организации, благо их, что, допустим, в городе Ижевске их у нас достаточно много, и выбор он всегда есть. Но тут нужно пройти достаточно сложную процедуру смены управляющей компании. А может ли, допустим, сообщество собственников напрямую с какой-то подрядной организацией договориться по ремонту дома, допустим? Здесь мы должны различать понятие, что содержание общего имущества сегодня включает в себя основные составляющие, которые включают это управление многократным домом, это эксплуатация общего имущества и его обслуживание, и получается, сюда входит еще текущий ремонт. Вот если мы говорим о каждой составляющей, то в основу их, как услуги управляющей организации, закладывается стоимость за каждое действие, которое делает компания. И понятно, что компания всегда делает предложение. Калькуляцию либо смету затрат на услуги по содержанию компания собственникам предоставить не должна, потому что она является хозяйствующим субъектом, и мы уже в предыдущих темах всегда обсуждали, что управляющая организация – это всегда предприниматель, она имеет цель заработать и получить прибыль. Если это не так, то это обман чистой воды. И вот отличие, конечно, существенное как раз управляющей организации от ТСЖ, что те затраты, которые она несет, она людям показывать не должна, потому что это ее бизнес. В ТСЖ, да, люди сами видят, на что тратятся деньги, из чего складывается цена той или иной услуги, и, конечно, этим интересуются. Ну, даже и в рамках ТСЖ бывают нарушения, когда они чистоподные председатели. Там тоже бывают отклонения, и тут мы подведем к тому, что как вообще конкурировать ценообразование. Многие считают, что тогда, когда получают финансовый отчет об оказании услуги по содержанию общего имущества, то в подтверждение этого финансового отчета компания должна представить все свои платежки, чеки, куда потратила деньги. На самом деле не так. Она отчитывается за то, какие услуги оказала. И если потребители в период, когда компания эту услугу оказывала, не зафиксировали ее некачественное оказание, не составили акт, не направили претензию, то, значит, таких фактов не было. А если бы такие факты были, то компания обязана была сделать перерасчет за некачественную услугу. Но и в финансовом отчете по содержанию как раз эти вещи должны отражаться, были либо не были перерасчеты платы. При этом люди заблуждаются, когда они думают, что по финансовому отчету, чтобы его проверить, надо делать аудит управляющей компании. Это неправильно, потому что аудит проводится с целью проверки бухгалтерии, честности компании перед науговой, введения бухгалтерского учета и тому подобных вещей. Потребители жилищного конструкта вмешиваться, еще раз повторю, в деятельность компании не имеют права. Они имеют права проверить ее финансовый отчет на пример достоверности. Какая площадь дома, с какой размер платы начисляется, какие факты не оказания услуг были и сделаны были перерасчеты по содержанию, либо нет. Вот в этом заключается смысл финансового отчета. И хотел еще добавить. У нас есть отдельная часть платы за содержание общего имущества, такая как текущий ремонт. По текущему ремонту отношение к его выполнению в законодательстве присмотрело несколько другое. На самом деле текущий ремонт выполняется при согласовании работ на общем собрании собственников, либо получается с уполномоченным собранием лицом, если оно выбрано в доме. И вот в этом случае компания, конечно, на стадии согласования обосновывает стоимость того предложения по цене, которое сделала. Предлагает смету на выполнение конкретных ремонтов в доме. И по итогам года, также в финансовом отчете потребитель должен увидеть, сколько работ было согласовано, по какой стоимости. Соответственно, такие ли суммы были потрачены и сколько денег по текущему ремонту у дома осталось. Какие еще нарушения происходят при оказании жилищных услуг? И может быть по коммунальному еще отдельно, если есть информация. У нас жилищные услуги, уже мы об этом заводили речь, фиксация нарушения жилищных услуг, она должна исходить из договора управления. Потому что перечень всех работ, услуг по содержанию жилья, это опять же согласованный перечень, согласовывается как его стоимость, так и периодичность выполнения. Потому что то же самое мытье подъезда в многоквартирном доме можно делать один раз в неделю, а можно его производить каждый день влажной водой. Соответственно, цена от этого должна быть разной, потому что меняется периодичность оказания услуг. И вот если в договоре конкретно указана периодичность выполнения этих услуг, этой работы, что она должна, например, каждый день производиться, и если не каждый день эта уборка была, то здесь ответственность за отсутствие этой уборки уже является нарушением управляющей организации. И винить в этом именно нужно лицо, которое отвечает за содержание жилья, потому что чаще всего есть еще такое понимание, что пытаются свалить все на конкретного человека, вот уборщица не вышла, вот она виновата. То есть уборщица или дворник – это просто лица, которые эту услугу выполняют, так называемые подрядчики выполнения этих работ у управляющей организации. Но раз договорные отношения собственников именно с управляющей организацией или ТСЖ им эти услуги предоставляет, то ответственность за невыполнение этих услуг, это лежит именно как раз на этих лицах, на управляющей компании. И нарушения, они должны фиксироваться четко путем составления акта. То есть не хватает, недостаточно написать заявление или позвонить, сказать, что вот не было этот факт, нарушение вот этого договора должно быть зафиксировано. Только после этого можно говорить о том, что нарушение оно действительно было, и требовать перерасчета платы за содержание жилья. А именно перерасчет платы за содержание жилья является последствием вот этого нарушения. То есть мы должны заплатить немножко меньше, потому что услуг нам было оказано меньше, чем этого требовалось в соответствии с нашим договором. Ротович, а вот такого рода нарушения, ну я имею в виду там ни одно, ни два регулярные, они как-то могут повлиять на отношение к управляющей компании со стороны контролирующих органов? Я не знаю, та же самая система лицензирования и так далее. Обращаются к вам собственники с этими вопросами? Да, по содержанию общего имущества предусмотрена ответственность как для управляющих организаций в рамках лицензионного контроля, где штрафы достаточно существенные, это от 250 тысяч до 300 тысяч рублей, так и в отношении ТСЖ имеется ответственность по содержанию общего имущества. Там штрафы поменьше, но тоже достигают 40 тысяч рублей. В этой связи обращение граждан поступает, но на сегодняшний день у нас жалоб по содержанию, конечно, меньше, чем жалоб по качеству предоставительных услуг и расчетов за них. Ну что ж, на этом время наша программа подходит к концу. Спасибо за ваши экспертные мнения. Телезрители я также благодарю за внимание. И до встречи через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин